Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы предоставляем вашему вниманию проповедь доктора Мартина Ллойда Джонса «Учение Христа о разводе». В Евангелии от Матфея в пятой главе мы читаем слова Христа. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Наш Господь не говорит, что Он пришел отменить закон Моисеев. Вовсе нет. Целью нашего Господа было исправить Его искажение, ложное толкование, которому учили народ книжники и фарисеи. Итак, Он подтвердил закон Моисеев и раскрыл всю его полноту и славу. Прежде всего, Он старается показать заблуждение фарисеев и книжников в этом важном вопросе. В чем же была цель закона Моисеева и каковы были его предписания по отношению к разводу? Наш Господь, толкуя и излагая это предписание, дает ответ на данный вопрос. Главной целью закона Моисеева было просто контролировать развод. Положение дел в данной области приобрело хаотический характер. Как вы знаете, в те времена мужчины рассматривали женщину как существо низшего порядка. И постепенно сложилось мнение, что мужчина имеет право разводиться с женой по любому, даже смешному и несущественному поводу. Если мужу, например, приходило в голову избавиться от своей жены, он с легкостью мог это сделать. Он мог привести в качестве причины самую незначительную претензию к жене и бросить ее. Без сомнения, истинной причиной таких разводов было не что иное, как похотливая страсть мужчин. Интересно отметить, что в Нагорной проповеди наш Господь вводит тему развода сразу же после изложения темы о похоти. Следовательно, закон Моисеев был введен для того, чтобы как-то урегулировать и поставить под контроль область супружеских отношений, в которой царствовали не только полный хаос, но и безосновательная несправедливость по отношению к женщине и детям. Первый принцип закона заключался в том, что развод ограничивался четкими и определенными причинами. Он позволялся только в том случае, если у жены были обнаружены существенные нравственные и физические недостатки. Все остальные причины, которые могли бы выдвинуть мужья, не считались достаточным основанием для развода. Чтобы получить разрешение на развод, муж должен был предъявить очень вескую причину. Более того, он должен был не только указать на такую причину, но и предоставить как минимум двух свидетелей. Следовательно, закон Моисеев не только не оправдывал развод, но, напротив, очень ограничивал его. Он принимал во внимание только одну причину, отбрасывая все остальные как умышленные и несправедливые. Второй принцип заключался в том, что муж, разводившийся с женой, должен был дать ей разводное письмо. До введения закона Моисеева, муж мог просто устно объявить жене, что она ему более не нужна, и выгнать ее на произвол судьбы. Таким образом, женщина просто изгонялась из дома. Ее могли заподозрить в измене мужу и таким образом подвергнуть даже смертной казни. Итак, чтобы хоть как-то защитить женщину, закон Моисеев требовал от мужа указать в письменном виде причину развода и то, что она не обвиняется в измене мужу. Это хоть как-то защищало изгнанную женщину. Следовательно, развод превратился в юридическую процедуру, в серьезный жизненный шаг. И в результате этого он перестал в сознании людей быть просто сценой домашнего скандала, когда муж мог в порыве гнева выгнать жену из дома. Таким образом подчеркивалась серьезность брака. Третий элемент закона Моисеева также очень серьезен и важен. Муж, который бросил свою жену и дал ей разводное письмо, не имел права снова принять ее в свой дом. Женщина, получившая данный документ, имела право выйти замуж за другого человека. Но если и второй муж прогонял ее, то она уже не могла вернуться к первому мужу. Суть этого постановления остается прежней – заставить людей понять, что брак не является игрушкой, с которой можно, наигравшись, поступать так, как заблагорассудится. Закон декларирует, что если муж вдруг решит развестись, его союз с этой женщиной уже невозможно будет восстановить. Рассматривая ситуацию в таком свете, мы сразу же видим, что закон Моисеев был очень далек от того, каким его понимали люди, а особенно книжники и фарисеи. Его главной целью было навести определенный порядок в области супружеских отношений, в которой царили полный хаос и жестокость. Они утверждали, что якобы закон Моисеев разрешал более того, даже вынуждал мужа в некоторых обстоятельствах разводиться со своей женой. Конечно же, такого никогда не было в законе Моисеевом. Он не повелевал мужу разводиться со своей женой. Но книжники и фарисеи, как ясно говорит наш Господь в Евангелии от Матфея в 19 главе, учили, будто бы Моисей повелевал, заповедовал разводиться. Далее они утверждали, что разводиться позволяется по целому ряду незначительных причин. Итак, они снова взяли этот древний закон, касающийся вопроса нечистоты, и начали искажать его, вкладывая в него собственное толкование. Они буквально заявляли, что если мужу вдруг перестанет нравиться жена, или если он найдет в ней какой-то недостаток, то она станет для него нечистой. Однако на самом деле они игнорировали как дух, так и букву закона. В результате этого во времена нашего Господа сложилась ужасная ситуация, и многие женщины становились жертвами мужчин по самым ничтожным и издевательским предлогам. Больше всего законников беспокоило соблюдение всех юридических процедур. Но ведь не на документе же делается акцент в этой заповеди. Но именно на нем сосредоточили внимание книжники и фарисеи, упустив из виду истинное значение брака. Они не поняли смысла заповеди о разводе, не поняли, какая причина является единственно уважительной и справедливой. Вот так книжники и фарисеи извратили суть закона Моисеева. Они по сути устранили его, подменив своими заумными толкованиями и преданиями. В результате всего этого конечная цель закона Моисеева была полностью искажена и извращена. Утверждение из Евангелия от Матфея 19 главы очень важно для верного понимания этого учения. Итак, что Бог сочетал. Того человек да не разлучает. Истина, на которую Он обратил внимание, это святость брака. Вы видите, что Он возвращается к закону, предшествующему закон Моисеев, данному непосредственно самим Богом в начале бытия. Бог сотворил мужчину как помощницу своему мужу. Сделал это великое заявление. Он сказал буквально следующее «И будут два одною плотью». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Семья – это не просто гражданское состояние или таинство. Это слияние двух личностей в одно неделимое целое. Итак, наш Господь возвращается к этому великому принципу. Бог сотворил женщину для мужа, и именно в этом ее предотвращение. Согласно закону, установленному самим Богом, мужчина должен оставить отца и мать и прилепиться к своей жене, так, чтобы они стали одной плотью. Но если все это так, могут нам возразить некоторые, то как понимать закон Моисеев, если воля Божия такова, почему он позволил разводиться при определенных условиях? Наш Господь ответил и на этот вопрос, указав на жестокость человеческого сердца. Бог, так сказать, пошел на уступки, он не отменил свой первоначальный закон о браке, но, учитывая сложившуюся ситуацию, он ввел некоторые временные послабления, некоторые правила для контроля над ситуацией. Наш Господь говорит, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. Но это вовсе не значит, что Бог одобряет развод и заповедал бросать жену. Нужно было, и речь идет именно об этом, навести хоть какой-то порядок в области супружеских отношений, отрегулировать то, что вышло из-под всякого контроля. Мы должны всегда иметь в виду этот первоначальный замысел Божий относительно семьи – одна плоть, нерасторжимость брака и совместная жизнь. Бог никому и никогда не повелевал разводиться. Книжники и фарисеи же утверждали обратное. Да, закон Моисеев повелевал писать разводное письмо, если уже развод случался. Но это совсем не одно и то же. В основе учения нашего Господа лежит принцип любви и прощения, из которого и вытекает доктрина о нерасторжимости брака. Следовательно, мы должны избавляться от законнического подхода, который позволяет мужчине заявлять «Она испортила мне жизнь, и я не могу с ней жить». Мы, недостойные падшие грешники, были прощены исключительно по благодати Божьей. И эта истина должна всегда предопределять нашу оценку происходящего и наше отношение к другим людям, особенно в семейных вопросах. Существует только одна уважительная и законная причина для развода, и она названа словом «прелюбодеяние». Это не повеление, а только лишь единственное, достаточное основание для развода. По логике же современных людей, несовместимость характеров – самая веская причина для развода. Но ничто, кроме прелюбодеяния, не может быть причиной для развода. И не играет никакой роли, имеют супруги совместимость характеров или нет. Наш Господь в данном случае представляет себя как великого законодателя. Всякий закон исходит от Него. Все, что касается этой жизни и мира сего, произошло от Него. По причине сложившихся обстоятельств, сынам Израиля были даны некоторые послабления. По закону Моисееву, наказанием за прелюбодеяние была смертная казнь через побивание камнями. Наш Господь отменил это временное постановление. Следующее, что Он сделал, придал разводу статус законного, если его причиной являлось прелюбодеяние. Он дал соответствующую заповедь. Это и есть два главных результата Его учения. С тех пор неверные мужья и жены не побиваются камнями. Вы слушали передачи «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194214, абонентский ящик 39, с пометкой «До передачи церковь и реформация». До свидания. Храни Вас Господь.